Привет, меня зовут Дима. Дима, очень приятно. Я занимаюсь уже несколько лет мобильными играми. До этого я занимался очень долго рекламой, маркетингом. А где ты работал? У меня были свои рекламные агентства, соответственно, после 2009 года я их продал. Когда я был ничем заняться, я занялся тем, что... Что тебе нравилось, что было? Я давно хотел сделать что-то там игровое, и, соответственно, я сделал первую игрушку, собрал команду, сделал первую игрушку. Это были танчики. Я сам молодой человек, мне понятно, что хотят молодые люди. Мы сделали эту игру, она выстрелила. 18 миллионов человек ее скачали. После этого мы немножко потеряли время. Мы слишком долго просидели на старых телефонах. Только в 11-м году мы занялись айпадами, айфонами, андроидами. И сейчас мы выпустили уже несколько продуктов. А покажи, что сейчас есть. Есть наш первый продукт Total Defense, это игра для мальчиков. То есть мы делали всего много игр. Соответственно, мы сами их всегда продвигаем. Мы не привлекали ни копейки денег на разработку игр. То есть ты сам вкладываешь то, что вы нарабатываете? Я сначала вложил свои собственные деньги, потом я привлек партнера Игоря Устинового. Мы выбрали для себя жанр для мальчиков. То есть это Wargaming. Хотим делать полноценные мегапользовательские игры, типа World of Tanks. В данный момент что ты ищешь? Сейчас мы ищем инвестиции. У нас есть партнер в Америке. Это Макс Кибинский. Я знаю Макса. Построил Half Sillen. Макс действительно это человек-легенда. Он готов присоединиться к нам в команду, стать нашим американским игроком. Скажи, а сколько денег вы ищете? Почему вы ищете их в России, а не, например, в Америке, если вы что и познакомился в Кремниевой с Максом? Мы ищем 6 миллионов долларов. Это достаточно большая сумма. Что получает инвестор? Он получает 25% и шанс того, что та компания, в которую он вложил, станет новым Blizzard. Я думаю, что я хочу быть американской компанией с русским продакшеном. Здесь инженер стоит в раз дешевле. Соответственно, идея такая. Там креатив, там везде. Здесь инженеры. И, соответственно, это выстроит. Потому что у нас уже есть опыт, у Макса есть связи. Скажи мне, пожалуйста, где ты еще сам оцениваешь слабые места, которые у тебя есть? Ну, на самом деле, нам нужно собрать команду, которая пока не... Ну, то есть, есть технические проблемы, которые эти команды предстоит решить. Потому что ММО на мобайл ее почему никто не делал? Потому что только сейчас появляется в ТЕ-сети, и мы одни из пионеров. То есть, особо никто этого не делал. И, соответственно, в этом основной риск. Хорошо. Знаешь, мне очень понравился твой проект. Я готова вам помочь. Я могу тебе отправить в список фондов и людей. Но я действительно желаю тебе удачи. Спасибо большое. Молодец. Очень хорошо. Спасибо.